Этого малыша зовут Лев. Он совершенно здоров. В свои восемь месяцев он уже ходит за ручку с мамой и пытается произносить первые слова. Однако год назад его появление на свет стояло под вопросом. Его мама Светлана Баталова на шестом месяце беременности прошла обследование, после которого врачи заявили, у вас будет Дауна. Я очень боялась, что он родится Дауном. Я в интернете находила всякие сайты, где общаются родители детей с синдромом Дауна и познакомилась с несколькими мамами, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Неожиданно для врачей женщина от аборта отказалась. Все три месяца, оставшиеся до рождения малыша, Баталова ждала ребенка Дауна. Она читала горы медицинской литературы, подыскивала реабилитационные центры для будущего малыша и каждый раз на приеме у врача выслушивала настойчивые советы прервать беременность. Говорили, что надо немедленно избавиться от этого ребенка, чтобы пожалеть своих детей уже, которые родились, которые будут вынуждены до конца своей жизни ухаживать за Дауном. Светлана до последнего не верила, что ее малыш может родиться неполноценным. У нее уже было двое детей и о том, как должна протекать нормальная беременность, она знала. Я чувствую, что он нормально себя ведет, шевелится, пинается, как говорят. Я к нему обращаюсь давно уже по имени, он, мне казалось, даже реагирует на свое имя. Выдержав нападки и давление врачей, через три месяца Светлана родила абсолютно здорового ребенка. Мне отдали его, вернее, положили на живот, и он так посмотрел на меня, сразу увидел, что это никакой не даун, это абсолютно здоровый ребенок. Возможно, то, что произошло со Светланой Баталовой, всего лишь врачебная ошибка. Но сегодня в России огромное количество врачей готовы ошибаться умышленно, чтобы заработать. А заработать можно немало, продав тельца ребенка на стволовые клетки. Это стволовая клетка. Самая главная клетка в организме. Именно из нее формируются все ткани и органы человека. У этой клетки есть удивительная способность. Она может превращаться в клетки любого органа. Мозг, сердце, почек, печени и даже крови. Но самое главное, стволовая клетка умеет делиться неограниченное количество раз. А значит, она может ремонтировать больные органы. Когда человек режет палец, сотни стволовых клеток устремляются к ране. Они начинают выращивать новые клетки кожи и уже через несколько дней рана затягивается. Предположим, имеется у кого-то венозная недостаточность нижних конечностей. И можно ему подсадить под кожу маленький кусочек этой ткани, и он разовьет сосуды новые. Еще в начале 20 века ученые сделали потрясающее открытие. У старого человека стволовых клеток очень мало. Всего одна на 10 миллионов. Но если старику ввести дополнительную порцию стволовых клеток, он не только избавится от многих болезней, но и помолодеет. Ученые всего мира начали поиск источника молодильных клеток. Идея омоложения, идея вечной жизни, они не новы, они достаточно стары. И история знает много попыток. Кто-то считал, что кровь ягненка, перелитая человеку, продляет его годы. После множества экспериментов выяснилось. Стволовые клетки можно сначала извлекать из организма человека, а потом, предварительно обработав, снова вводить. Правда, извлекать их непросто и дорого. К тому же, они не очень эффективны. Проще взять эмбрион неродившегося малыша, в котором содержится самое большое количество стволовых клеток. Маленький человеческий эмбриончик практически полностью состоит из них. Именно поэтому он лучше всего подходит для омоложения всего организма и даже для лечения серьезных болезней. Раздобыть такие эмбриональные стволовые клетки очень легко. Нужно просто взять зародыш, оставшийся после аборта. Нехватки в эмбриональных клетках доктора не испытывают. Ведь каждый день только в России женщины убивают 15 тысяч нерожденных детей. Практически никакой, так называемый, поздний выкидыш у нас не выбрасывается в помойку. То есть он используется от околоплодных вод. Плацента – это вообще большая драгоценность. Стволовые клетки, выделенные из абортивного материала, так врачи называют клетки двух-трехмесячного эмбриона, могут излечить цирроз печени, почечную недостаточность и даже сахарный диабет. Но эти клетки имеют серьезный побочный эффект. Они слишком активны и могут переродиться в раковые. Поэтому гораздо надежнее использовать материал поздних абортов, когда нерожденному малышу исполнилось уже 5-6 месяцев. Такие стволовые клетки ведут себя вполне предсказуемо. Правда, достать их гораздо сложнее, ведь аборты на таких больших сроках в России запрещены. Убивать почти сформировавшегося малыша, которому до появления на свет осталось всего несколько месяцев, можно только по медицинским показаниям. Медицинские показания – это когда роды угрожают здоровью матери или когда есть подозрение, что малыш родится неполноценно. И тут на помощь желающему молодиться может прийти обычный доктор, который поставит ошибочный диагноз и сообщит родителям, что плод замер или что у будущего ребенка будет болезнь Дауна. Все время находят врачей, которые идут на должностное преступление. То есть ставят несуществующие диагнозы, которые влекут за собой гибель ни в чем не повинного будущего младенца. Большинство женщин, услышав страшный диагноз, который врачи стараются подтвердить заключением генетика, отправляются на аборт. Такое заключение достать несложно. У московских гинекологов есть официальное прикрытие. Приказ номер 144. Он обязывает врачей направлять беременных на так называемое инвазивное исследование. Проще говоря, на пункцию пуповины. Судьбу будущего ребенка решит всего одна строчка в заключение генетика. Правда, за точность диагноза врачи не отвечают. По статистике, каждый десятый оказывается ложным. Мало того, если лаборант, проводивший исследование, нечаянно или намеренно ошибется, наказание ему не грозит. Потеря ребенка в некоторых случаях может быть квалифицирована как причинение женщине тяжкого вреда здоровья. В Москве приказ номер 144. предписывает проводить инвазивное исследование всего в двух московских центрах. Любопытно, что одним из этих центров руководят люди, которые всего несколько лет назад проводили в закрытых лабораториях эксперименты по лечению эмбриональными стволовыми клетками. Вот кадры, снятые в 1997 году в одной из таких лабораторий. На операционном столе ребенок, которому 5 месяцев. У него уже полностью сформированы все внутренние органы. Это уже почти человек. Сейчас лаборант разделывает ребенка на кусочки. После тщательного препарирования из каждого органа малыша будут извлечены стволовые клетки, которые потом будут заморожены. Все, что останется после этой процедуры, попадает сначала вот в такой бак для отходов, а потом вот на такое кладбище для биоматериала. Нет лицензии, нет законности этого эксперимента, нет фундаментальных исследований, которые могли бы лежать в основе вообще всех этих научных разработок. Вот ничего этого нет. Но есть практика. В 1997 году кадры эксперимента со стволовыми клетками младенцев вызвали настоящую сенсацию. Многие ученые заговорили о том, что в медицине произошел прорыв. Началась новая эра. Но вместе с сенсацией разразился скандал. Многих омоложение ценой жизни неродившегося ребенка просто шокировало. Лабораторию, в которой проводились эксперименты, закрыли, а докторов попытались лишить лицензии. Правда, не смогли. Почти все они до сих пор являются практикующими врачами. Подпольный бизнес на стволовых клетках неродившихся детей начинается с женской консультации. По словам оперативника, схема проста. В клинику приходит человек и предлагает гинекологу заработать сумму, которая намного превышает его ежемесячную зарплату. 150 тысяч рублей. За такую фантастическую сумму делать нужно немного. Всего лишь ошибиться в диагнозе и направить женщину на большом сроке беременности на обор. Три года назад такое предложение поступило гинекологу Ольге Секелиной. К ней на прием пришел мужчина, который рассказал, как заработать прибавку к зарплате. Он предложил мне заниматься преступной деятельностью, то есть заявлять женщинам, что у них имеется дефект развития плода на УЗИ, тогда как в норме этого, на самом деле этого не было. И получать за это хорошие деньги, хорошую прибавку к зарплате, может быть, превышающую саму зарплату. Ольга Секирина от преступных денег отказалась. Но врачи, которые не прочь подзаработать, найдутся всегда. В основном такие доктора практикуют в частных клиниках, где за умеренную плату женщине готовы сделать аборт на пятом, шестом и даже седьмом месяце беременности. Даже несмотря на то, что это преступление. Ведь в России аборты разрешено делать только до трех месяцев беременности. На наш поисковый запрос «Поздний аборт» на первой же страничке интернета появилось десяток подобных объявлений. Позвонив в одну из клиник, мы убедились, сделать запрещенный аборт просто. Здесь главное запастись достаточной суммы денег. Врачи, которые решаются делать поздние аборты, чаще всего получают двойную прибыль. Сначала они берут деньги у беременной, а потом у подпольной клиники, которой продают абортивный материал. Женщина, отважившаяся на аборт, даже не подозревает, что ее ребенка в день операции во дворе клиники будет ждать бригада медиков. Сразу же после аборта они заберут еще живого младенца и увезут в лабораторию, где выделят из него стволовые клетки. Органы препарируются в следующем порядке. Селезенка, поджелудочная железа, левый надпочечник, левая почка. Орган в стерильной чашке Петри измельчается острыми кривыми ножницами до пастообразного состояния. Это методичка. В ней подробный инструктаж по расчленению младенца. Выделение стволовых клеток – процесс ювелирный. Если допустить хотя бы одну ошибку, дорогостоящий материал будет испорчен. Поэтому все этапы разделывания плода расписаны подробно и доходчиво. Методичка предписывает складывать каждую часть тела в отдельную чашу, а после измельчения – в разные пробирки. Готовить растворы стволовых клеток нужно быстро. На это методичка отводят всего два часа после аборта. После всех процедур врачам рекомендуется сразу же помещать растворы стволовых клеток вот в такую криокамеру. Где они будут охлаждены жидким азотом и смогут храниться неограниченное время. В конце методички буквально по дням расписана вся процедура омоложения и указана клиника, в которой такие процедуры можно сделать. В разделе «Платные услуги клиники» открыто предлагается омоложение фитальными стволовыми клетками. Проще говоря, клетками, выделенными из человеческих эмбрионов. Владельцы в клинике, разместивших такую рекламу, то, что такие услуги запрещены, видимо, не смутило. В России разрешено только хранение стволовых клеток. Причем не любых, а только тех, которые были выделены из костного мозга самого пациента или пуповинной крови новорожденного ребенка. Лечение любыми стволовыми клетками является незаконной медицинской деятельностью. Никакого применения быть не может. Ни один из методов применения, из технологий применения клеточных технологий в медицинской практике не зарегистрирован на сегодняшний день. И разрешение такое не удавалось. Мы записались на прием и пошли в один из институтов, предлагающих обрести вечную молодость введением стволовых клеток. В клинике нас встретил доктор в белом халате. Он поэтапно раскрыл всю процедуру омоложения. В плане омоложения, значит, там такая практика. То есть омоложение подвергается, так скажем, внутренним. То есть это постно-мышечная система, перечень подживающих и так далее, и так далее. О стоимости омоложения нам рассказал уже другой доктор, заведующий клиники. Любезная женщина подробно рассказала о том, откуда берутся стволовые клетки и сколько стоит молодость в наше время. Оказалось, цена образования зависит от источника стволовых клеток. Правда о том, что подобный метод омоложения может спровоцировать тяжелые болезни, например, рак, в клинике нам не рассказали. Об этом врачи предпочитают молчать. Пациент узнает это только после того, как заплатят. В числе договоров на оказание платных медицинских услуг и направлений на кучу анализов, ему подсунут вот такой документ. В нем будет написано, институт снимает с себя всякую ответственность за результат лечения. Одним из научных руководителей института является Валентин Грищенко. Он же директор Украинского института проблем криобиологии, который находится в Харькове. В 1999 году в этом институте заработало новое направление – клеточная и тканевая терапия. Материалом для этой процедуры являются абортированные младенцы. Столовые клетки не все одинаковы. Они друг другу рознь. Есть такие на самых ранних этапах, которые действительно еще настолько заряжены вот этой способностью размножаться и делиться, что на самом деле они представляют какую-то опасность в онкологическом отношении. По словам Грищенко, клетки нерожденных детей восстанавливают больные органы и омолаживают организм. Они подходят для лечения болезней глаз, почек, сердца и просто для повышения иммунитета. Самые эффективные стволовые клетки – те, которые выделены из печени и мозга нерожденного малыша. Для того, чтобы, например, воспользоваться печеночной тканью из плода у женщины, которая решила сделать себе аборт, можно взять или печеночную ткань ее маленького ребеночка, или тканерной системы, заморозить и потом этим пользоваться. На Украине, как и в России, использование стволовых клеток для лечения не разрешено. Правда, это не мешает украинским врачам экспериментировать с абортивным материалом и создавать препараты для лечения с содержанием эмбриональных стволовых клеток. По словам экспертов, научные институты Украины, в отличие от российских центров, экспериментируют не только с абортивным материалом, но и с телами новорожденных. Поставляют этот материал обычные роддома Украины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 ноября 2002 года в роддом номер 6 города Харькова поступила Светлана Пузикова. Ровно в срок, на 9-м месяце беременности, у нее начались схватки. Женщина благополучно родила и услышала первый крик своего ребенка. Однако на следующий день ей сообщили шокирующую новость. Малыш скончался. Правда, отдать ребенка для захоронения врачи почему-то отказались. Все говорили на экспертизе он. А через сколько? Через 3 месяца будет результат экспертизы. В итоге, если, ну, уже я поняла, что нам ничего не дадут, не отдадут, то мы пошли 15 ноября в прокуратуру. На допросах врачи утверждали. У Пузиковой был замерзший плод. Ей сделали аборт. Никакого ребенка она не рожала. Чтобы доказать, что ребенок все-таки родился, Светлане даже пришлось делать экспертизу. Эксперты подтвердили, что у нее были роды, и она родила срок ребенка. То есть версия о том, что у нее произошел аборт, была провернута самими же медицинскими работниками, экспертами. Ровно через полтора месяца в том же роддоме, где рожала Светлана Пузикова, врачи отказались вернуть еще одного ребенка, Елены Захаровой. Я родила ребенка без 28 вечера. Родила девочку. Все, они мне показали, она как бы кричала, закричала ребенок, ну, то есть двигала все, ручками, ножками. Пришли утром мне и сказали, что ребенок умер. На требование показать мертвого ребенка врачи в очередной раз отрезали. Нет. Его тоже увезли в некий институт на экспертизу. Координаты института врачи сообщить почему-то отказались. Зато принесли Елене чистые бумаги на подпись. Объяснили листы эти тем, что отправляют ребенка на экспертизу в какой-то институт. В какой институт, они мне не сказали, для проверки, от чего умер ребенок. Я их подписала, так как я была в задурманенном состоянии каком-то такого. Елена ушла из роддома без ребенка и без единого документа о том, что рожала его. Врачи не дали ей ни больничный лист, ни справку о смерти младенца. Три месяца вместе с мужем она обивала порог роддома, чтобы добиться правды. В итоге ей все же выдали документ. В этой справке было написано, что ребенок мертворожденный. Я спросила у нее, почему мертворожденный. Она сказала, что ребенок, не проживший трое суток, считается мертворожденным. Я говорю, как это? Он родился живым. Захарова обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения новорожденного ребенка. На первом же перекрестном допросе они узнали, что на чистых листках бумаги, которые Елена подписала в день выписки из роддома, появился текст об отказе от захоронения ребенка. Конечно, была ужас. И мне не знало вообще, как себя вести. Потому что я не писала отказ от захоронения ребенка. Я хотела похоронить его, как мы хотели похоронить его сами. Никакого отказа я не писала. Через несколько месяцев следствия врачи заявили, ребенок Пузиковой и ребенок Захаровой уже захоронены на кладбище биоотхода в 30 километрах от Харькова. Вот эта могилка, где, по версии врачей, должны были лежать тела новорожденных. Правда, вместо 29 детских тел при эксгумации эксперты обнаружили 30. Лишним плодом, оказывается, был плод, на котором была повешена бирка Светлана Пузикова. Но, сказано Бог, шельму метит. Значит, Света родила своего ребенка 4 ноября 2002 года. На этой бирке было написано 4 декабря 2002 года. Захоронение само производилось 18 ноября 2002 года. То есть, никаким образом, ребенок, который рожден через две недели, не мог оказаться в гробу, который уже был в земле. Мало того, результаты генетической экспертизы показали, что детей Пузиковой и Захаровой в этой могилке нет. Но и это еще не все. В телах остальных детей отсутствовали внутренние органы, кости и даже хрящи. Как только Ирина Богомолова докопалась до этой информации, она переквалифицировала дело со статьи, не надлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, на хищение. Правда, после этого следователя Богомолову сразу же отстранили от следствия. А еще через пару месяцев уволили из Министерства внутренних дел Украины. После того, как мне предложили принять постановление о переквалификации действий состава преступления по 140-й, а я, естественно, отказалась и написала письменные возражения прокурору, было это в январе 2006 года, а в феврале 2006 года мне уже сообщили, что моя должность сокращена, и, естественно, я в списке уволена. Судебное разбирательство по делу хищения новорожденных в Харьковском роддоме номер 6 тянется до сих пор. И сейчас работают институты и клиники, которые предлагают омолодиться эмбриональными клетками. И в России, и на Украине. Они продолжают открыто предлагать свои услуги и убивать ради денег беззащитных нерожденных детей. Прекратить этот бизнес в нашей стране даже не пытаются. Вот уже много лет российские депутаты не могут даже разработать закон, который запретил бы подобную деятельность и ввел уголовное наказание. Единственный документ, который ограничивает добычу и использование стволовых клеток из нерожденных детей, это приказ Министерства здравоохранения. К сожалению, нарушив этот приказ, человек, убивший ребенка, чтобы разобрать его на стволовые клетки, даже не сядет в тюрьму. Субтитры создавал DimaTorzok